Новый асфальт во дворе на Масленниково 40 еще не застыл и пахнет битумом. Рабочие предприятия тепловых сетей положили его ночью, узнав о грядущем рейде административной комиссии и представителей прокуратуры. Разрытое дорожное покрытие не редкость. Во многих местах города сейчас ведутся ремонтные работы, но проводиться они должны строго по правилам. Роль первичного звена в управлении главы района должна быть усилена. Вот таких безобразий, потому что он ходит по территории района и, видите, все эти безобразия должны принимать, тем более у него сегодня в руках инструменты все. Это и административная комиссия, это земельный контроль, это жилищный контроль. То есть здесь в этом вопросе в полном объеме он обладает всеми правами для наведения порядка. Сигнальные фонари, прочные ограждения и благоустроенная территория вокруг рабочего участка. Именно так должны были оформить ремонтные работы здесь, на Клинической, 23. Еще 21 мая тепловики вскрыли участок, но к реальным работам приступили только вчера. Все это время плохо огражденная дыра зияла в асфальте, пока жители не обратились в Самарскую прокуратуру с просьбой повлиять на нерадивых подрядчиков. Это крайность и это не система. Так быть не должно. Гражданам, наверное, безразлично, что легло в основу того, что сегодня будет надлежащее ограждение или убрана вот эта куча земли на газоне. Представление ли это прокуратуры, либо это мероприятие, проведенное в свое время на административной комиссии под руководством главы района. Им главный результат. Контроль за соблюдением регламента и мер безопасности на ремонтных участках проводят и административные комиссии районов и ГАТИ. Сегодня сотрудники прокуратуры выписали протоколы на устранение нарушений в кратчайший срок. Если этого не произойдет, подрядчикам грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События.